Большое спасибо за предоставленную мне возможность поговорить, поделиться своими впечатлениями о последнем визите. Совсем недавно, в феврале, вы приезжали в Москву. Скажите, какое у вас впечатление? Мы посещали Россию 15 февраля по приглашению председателя партии «Единая Россия» господина Медведева, который пригласил нас и всю мою делегацию принять участие в этом форуме. У меня очень хорошее впечатление от этого визита. Всегда приятно посетить Москву, которая является очень, очень большим городом, красивым городом, где каждый раз я для себя делаю новые открытия. Каждый раз, когда мы посещаем Москву, мы чувствуем теплый прием и открываем для себя много нового. С большим удовольствием я бы снова посетил этот прекрасный город — Москву. Очевидно, основная часть нашего визита была сосредоточена на форуме, посвященном борьбе с неоколониализмом. Я был впечатлен количеством стран-участниц этого форума. Было представлено более 50 стран, и это позволило нам обменяться мнениями со многими лидерами из других стран, которые были приглашены. А также увидеть динамизм дипломатии Российской Федерации. Есть много стран, которые заинтересованы в инициативе данного форума. Также многие заинтересованы в сотрудничестве, которое развивает правительство Российской Федерации со многими странами. Очень хорошее впечатление и много плодотворных обменов мнениями со многими странами и особенно с властями Российской Федерации. Вы приезжали на первый форум сторонников борьбы с практиками неоколониализма. Скажите, в чем они проявляются в вашей республике? Я считаю, что это важная тема этого форума, посвященного борьбе с неоколониализмом. Конечно, Центральная Африканская Республика была колонизированной страной, но сейчас у нас есть независимость. Тем не менее, мы чувствуем, что все еще существуют неоколониальные практики и что мы продолжаем бороться за подлинное восстановление суверенитета. Например, существуют практики, которые навязывают ряд вещей, которые противоречат нашей культуре, нашему видению. Это, несомненно, неоколониальные практики, навязывающие нам чужую повестку. Сегодня Центральная Африканская Республика хочет восстановить свой суверенитет. Она действительно хочет обрести возможность работать на свою независимость, то есть иметь возможность решать свою судьбу, принимать суверенные решения и самостоятельно выбирать своих партнеров. Итак, я думаю, что эта конференция, этот форум позволили нам понять, что существует множество аспектов неоколониализма, и многие страны борются против этой практики, которая противоречит их развитию и их стремлению к свободе народов. В Париже заявляли, что Центральная Африканская Республика участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Правда ли, что ЦАР проводит такую кампанию и сильны ли у вас антифранцузские настроения? Послушайте, у Центральной Африканской Республики и Франции давняя история, и сегодня мы все еще продолжаем сотрудничать с Францией. С другой стороны, наше намерение состоит в том, чтобы сделать это сотрудничество взаимовыгодным для наших народов, и мы продолжаем вести переговоры на дипломатическом уровне. Есть определенные проблемы, которые мы должны решить. На данный момент мы работаем с французскими властями над улучшением этого сотрудничества, чтобы это сотрудничество было взаимовыгодно. Поэтому мы не понимаем, почему бы нам организовывать кампании Центрально-Африканской Республики против Франции. Нет. Отнюдь. Мы боремся за то, чтобы в нашем сотрудничестве учитывались интересы жителей Центрально-Африканской Республики. И я считаю, что сегодня мы договорились с французскими властями по этому вопросу. Нет. Антифранцузской кампании нет. Вы знаете, пресса сегодня, она очень сильна как во Франции, так и в ЦАД. То же касается и людей в социальных сетях. Мы не можем контролировать то, что говорится в социальных сетях. Но если несколько ораторов или несколько человек, выступающих в социальных сетях, высказывают свое мнение, это не национальное мнение, это не мнение правительства. И мы не можем присоединиться к такому мнению. Ситуация такова, что сегодня мы работаем с нашими российскими союзниками. И в рамках этого сотрудничества у них стоят конкретные цели и задачи, о которых мы совместно с ними договорились. Мы в этом не заинтересованы. С какой целью мы бы стали этим заниматься? Мы все так же продолжаем сотрудничество с Францией. Мы продолжаем работать. Только сейчас мы хотим диверсифицировать наше сотрудничество с другими странами, которые могут что-то дать народу Центрально-Африканской Республики взамен. Как я уже говорил, мы строим сотрудничество на взаимовыгодных условиях с различными дружественными странами. В декабре 2022 года Министерство обороны Франции сообщило, что все французские военные, находившиеся в Центрально-Африканской Республике, покинули страну. Как вы думаете, французы совсем ушли из ЦАР? Послушайте, как я уже говорил ранее, у нас долгая история сотрудничества с Францией. И у нас здесь, кстати, неоднократно размещались французские военные базы. Последний раз крупный контингент здесь находился в рамках операции «Сангарис». Тут надо уточнить, что на самом деле мы их не прогоняли, но Франция добровольно и суверенно решила вывести своих военных из Центрально-Африканской Республики. Это суверенное решение Франции. К тому же оно было принято без консультации с нами, в одностороннем порядке. Но мы, как я вам уже говорил, по-прежнему сотрудничаем с Францией в нескольких областях. Мы продолжаем это делать. Мы по-прежнему рассчитываем на плодотворное сотрудничество, взаимовыгодное для наших двух стран. На данный момент Франция не выразила такого желания, чтобы иметь возможность вернуться. Ни мы сами не просили. Но у нас есть определенный выбор областей сотрудничества, которые в настоящее время обсуждаются. Чем вы можете объяснить череду государственных переворотов в Африке? Не является ли это проявлением противостояния Запада и России? Послушайте, вы знаете, эти вопросы в большей степени являются внутренними вопросами этих стран. И мне сложно говорить о причинах, мотивах, но ясно, что это внутренние вопросы, вопросы внутренней политики, а также видение каждого народа, который хочет развиваться, который хочет своей независимости, который хочет выбирать своих лидеров, выбирать партнеров для сотрудничества, имея контроль над этим сотрудничеством. Я думаю, мы смотрим на это таким образом. Так что мы не собираемся вмешиваться или судить о том, что происходит в этих странах. Каждый народ суверенно выбирает, как и в каком направлении он хочет, чтобы им управляли. И я вижу, что население этих стран поддерживает своих лидеров. Это то, что мы наблюдаем. В России политические процессы в ЦАР часто видят так. Президент выигрывает выборы, затем военный устраивает переворот и назначается новый президент. И все это повторяется. Как этого избежать? Послушайте, вы знаете, что иногда эти государственные перевороты инициируются извне и подталкивают военных? Я думаю, что реформы, которые мы провели, направлены прежде всего на подготовку патриотичных и, прежде всего, профессиональных военнослужащих, знающих свое дело. Когда вы вступаете в армию, вы беретесь защищать население. Вы знаете свою профессию. Вы знаете, что вы строите карьеру и любите свою страну. Сегодня мы проводим большую работу по патриотическому воспитанию. И в рамках военной подготовки мы прививаем нашим военнослужащим уважение институтов республики, уважение населения и многого другого, связанного с международным правом, гуманитарным правом. Мы учим военных, что ЦАР действительно демократическая страна. И что эта практика государственных переворотов в прошлом значительно задерживает нашу страну в развитии. И все эти тренинги помогут воспитать военных, которые уважают демократию, которые являются профессионалами, которые любят свою страну, то есть являются настоящими патриотами, которые не подчиняются воле извне, чтобы дестабилизировать свою страну только из корыстных побуждений. С тех пор, как я занял пост президента республики, мы начали действовать, исходя из ситуации с безопасностью в нашей стране, исходя из того, что нам необходимо модернизировать нашу армию, учитывать новые вызовы. Мы начали много реформ в наших силах обороны и безопасности. Мы перешли от армии проекции к армии гарнизонного типа с зонами обороны, военными округами, чтобы наши силы обороны могли защищать население непосредственно на местах, сблизить их с населением, и отправить их в районы, которые действительно отдалены и которые подвергаются многочисленным нападениям и насилию. Мы запустили программу обучения, мы начали обучать не только военных, но и полицию, жандармерию, все органы, которые должны обеспечивать безопасность нашей страны. Мы приступили к их обучению. И кроме того, мы решили, что нужно фокусироваться не только на военной подготовке и тому подобное, но мы хотели воспитать по-настоящему патриотические силы, которые любят свою страну. И в этом направлении мы работаем с российскими инструкторами. И все идет хорошо. Мы продолжаем обучение военнослужащих. Сегодня мы совместно подготовили более 10 тысяч молодых военнослужащих. Даже значительно больше этой цифры. И это дает результаты. И у нас, конечно, есть некоторые трудности с точки зрения военной инфраструктуры. Но над этим ведется работа, и это будет улаживаться. Поэтому эти реформы необходимы. И нам нужно продолжать обучение в сфере военной деятельности по многим направлениям. И это важно. Нужны реформы. Нужно хорошее видение. Вы знаете, на протяжении почти всей истории нашей страны до недавнего времени мы постоянно были жертвами внешней дестабилизации и других кризисов, которые привели к тому, что страна отстает, запаздывает. Потому что каждый раз во время подобных кризисов все ломалось до основания. Поэтому сегодня нам нужны силы, способные защищать институты республики, работать во имя стабильности, прогресса и развития народа Центрально-Африканской республики. Жителям Центрально-Африканской республики нужно спокойствие. Вы знаете, сегодня в районах золотых приисков продолжают действовать группы бандитов, которые незаконно добывают и продают эти полезные ископаемые по нелегальным каналам, и которые продолжают сеять смерть среди центрально-африканского народа. Таким образом, нам нужна армия. Так что сегодня мы ничего не боимся. Реформы, которые мы проводим, направлены на развитие нашей страны. И поэтому у каждого есть свой выбор, чтобы помочь своей стране развиваться. Скажите, на ваш взгляд, не становится ли Африка центром противостояния Запада и России? Вы знаете, в случае с Центрально-Африканской республикой мы не хотим, чтобы это было полем спора или конфронтации между этими странами. Мы свободны выбирать, с кем мы хотим сотрудничать, на благо наших народов. И это должно быть четко понятно таким образом. И это диверсификация нашего сотрудничества, в наших интересах. И я считаю, что то же самое относится и к другим странам, которые сегодня выбирают пути или выбирают своих партнеров, с которыми они более комфортно себя чувствуют, или которые позволяют им продвигаться вперед в процессе своего развития и благополучия. В любом случае, мы не хотим, чтобы это было полем битвы. Нет. Мы сотрудничаем с кем хотим в интересах нашего населения. И это также подтверждение нашего суверенитета и независимости. Если бы у нас не было такого выбора, работать с теми, с кем хотим, самостоятельно выбирать себе партнеров, тогда бы приходилось говорить о том, что мы под внешним управлением и шло бы вразрез с интересами нашего населения. Я думаю, что данную точку зрения разделяют и другие африканские страны сегодня. Как развиваются отношения между ЦАР и Россией сейчас? Что со взаимной торговлей? Мы хотим выразить Российской Федерации огромную благодарность, потому что несколько лет назад мы были в очень тяжелом положении с точки зрения безопасности. Было оккупировано до 80% территории нашей страны. Сегодня, благодаря нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и российскими инструкторами, мы контролируем практически более 95% территории. Так что в этом сотрудничестве есть огромная выгода. Очевидно, в военном плане. Также у нас была поддержка с точки зрения поставок военной техники. Российские инструкторы также занимаются обучением наших вооруженных сил. Благодаря российским инструкторам мы подготовили более 10 тысяч военнослужащих, которые уже развернуты на территории страны. Особенность обучения с российскими инструкторами в том, что эти молодые новобранцы после прохождения обучения сразу же отправляются на практику. Эта практика позволяет им приобретать бесценный опыт, находясь на местах, защищая свой народ и свою страну вместе с российскими инструкторами, другими союзными войсками, руандийцами, а также минуской. Таким образом мы очень ценим это сотрудничество. И мы не рассчитываем останавливаться на достигнутом. Мы и дальше хотели бы его углублять. Экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере культуры и в других направлениях. И в этом заключается смысл наших контактов с властями Российской Федерации. Совсем недавно мы высоко оценили подарок президента Путина в размере 50 тысяч тонн пшеницы для Центрально-Африканской республики в это крайне трудное время для нашей страны. Мы также ценим поставки оружия, которые позволяют нам защищать наше население в условиях, когда страна все еще находится под эмбарго, и мы испытываем финансовые трудности с закупками для защиты. Российская Федерация, как дружественная страна, пришла нам на помощь со всем этим. Это конкретные действия. И мы продолжаем работать. И сейчас мы подали заявку на поставку топлива и нефтепродуктов. Я думаю, что мы на правильном пути. Я считаю, что президент Путин дал свое согласие, потому что у нас проблемы. Мы страна, не производящая нефть. А в условиях кризиса сегодня цена на нефть на рынке довольно высока. Сотрудничество развивается. Также есть направление образования. Совсем недавно, когда мы были в России, в Москве, мы встретили большое количество наших студентов, которые проходят обучение по нескольким направлениям. Например, в университете Мади, который я посещал, где мне было присвоено звание почетного профессора, мы познакомились с молодыми студентами из Центрально-Африканской республики, которые заканчивают обучение на инженера по строительству мостов и проезжей части. Это еще раз подчеркивает, что есть много сфер нашего сотрудничества. И даже в плане военного образования у нас много молодых офицеров, обучающихся в военных вузах Российской Федерации. Но мы также хотим извлечь выгоду из технологий, которые имеются у Российской Федерации в настоящее время. Мы знаем, что в Российской Федерации имеются технологии в области гидроэнергетики, подходящие для наших условий. Я думаю, что это важно. Мы можем сотрудничать в этом вопросе. Существует также солнечная энергетика, которая очень развита в Российской Федерации, и в которой мы нуждаемся. И мы ведем переговоры по этому поводу. Есть вероятность, что в скором времени инвесторы по данным направлениям смогут посетить Центрально-Африканскую Республику, чтобы мы действительно могли реализовать эти проекты. Так что имеется большое количество тем, по которым мы ведем переговоры с властями Российской Федерации. В конце декабря в Буркина-Фасо прибыл российский военный контингент. Это будет Африканский корпус новой структуры российского Минобороны. Ждут ли Африканский корпус в ЦАР? Послушайте, вот уже более шести лет мы находимся в сотрудничестве с Российской Федерацией. И мы довольны работой, которая здесь проводится вместе с российскими инструкторами. Как я уже говорил, до этого страна была оккупирована на 80%. И сегодня я считаю, что у нас почти вся территория под контролем. И мы отбили негативные силы. И мы занимаем более 95% территории. Конечно, есть небольшие карманы, в которых все еще существуют негативные силы, над которыми мы продолжаем работать. На данный момент мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. И это плодотворное сотрудничество продолжается. И даже усиливается другими элементами. Вот, что я думаю по этому аспекту. Скажите, на территории республики сейчас есть террористические группировки? Да, к сожалению, надо сказать, что есть несколько зародышей из небольших групп, которые продолжают свою деятельность. Вы знаете, благодаря всей проделанной работе, реформам, поддержке российских инструкторов, а также руандийских союзников, ну и Минусска, мы в настоящее время оттесняем все эти группы границ. Сегодня проблемы возникают на границе с некоторыми из наших соседних стран. Это доказывает, что работа по обеспечению безопасности территории Центральной Африканской Республики ведется очень хорошо. Сегодня ни один город в нашей стране не оккупирован. Остатки боевиков рассредоточены по ненаселенной части среди дикой природы. Я не имею в виду, что они полностью искоренены, поскольку все еще есть несколько карманов, в которых они продолжают вести свою деятельность. И сейчас у группировок больше нет политической повестки, остался голый бандитизм. Они появляются на приисках, чтобы продолжать подпитывать мафиозные сети. Но мы не собираемся позволять им этого делать. Мы их прогоним или устраним. И сейчас все происходит именно на этой почве, потому что государственная власть должна осуществляться повсюду, чтобы эти ресурсы могли принести пользу народу Центрально-Африканской Республики. Со своей стороны мы все так же продолжаем работу в рамках АППР, протягивать руку помощи тем представителям вооруженных группировок, которые хотят сложить оружие и вернуться к мирной жизни в рамках республики, увидев, что их народ процветает. Мы протягиваем им руку помощи. С помощью механизма по разоружению и реинтеграции даже предусмотрена возможность служить в армии. Но это предусмотрено только для тех, кто по-настоящему изменился, и кто действительно хочет служить своей стране. Они могут вернуться в наши силы обороны и безопасности в соответствии с рядом критериев, которые мы уже определили. Но с теми, кто этого не хочет, мы будем бороться. Одни будут устранены, другие будут отправлены в суд. Есть ли случаи, что во главе террористических группировок стоят граждане иностранных государств? Да. Многие из них являются иностранцами. И они наемники. Они набирают боевиков в других странах. Я уже говорил вам, что у этих группировок больше нет никаких политических требований. Вы слышали за последнее время хоть какие-то политические требования от них? Нет. Потому что их интерес находиться в зонах золотых приисков. Теперь это разграбление ресурсов и все такое. Да, периодически они о себе заявляют как о повстанческих группировках. Но на самом деле это обычные бандитские бандформирования. Они находятся в районах золотых приисков и финансируются некоторыми коммерсантами из региона, которые поставляют им оборудование для добычи золота и других ресурсов. И таким образом они питают мафиозные каналы. И многие из них — иностранцы. Потому что им кажется, что это легкие деньги. Но сегодня им противостоят наши вооруженные силы со своими российскими и руандийскими союзниками. И минуско. Наши вооруженные силы становятся все сильнее и оказывают на них все большее давление. Таким образом мы посылаем им сигнал, чтобы они скорее отказались от этого плохого способа ведения дел. Если бы они были нашими соотечественниками, их бизнес больше не мог бы процветать. Помимо военных инструментов, мы также задействуем механизм разоружения и реинтеграции для тех, кто готов вернуться в легальное поле и служить своей стране. А те, кто этого не захочет, сами предстанут перед законом. В интервью РИА Новости вы подтвердили, что ЦАР рассматривает вопрос о создании в стране российской военной базы. Сообщалось, что под это уже выделен участок. Чем выгодна российская военная база помимо финансов? Вы знаете, ЦАР — это довольно большая страна. У нас достаточно проблем. И это не первый случай, когда иностранные военные базы размещаются здесь, в стране. У нас в Або некоторое время назад была американская база. И у нас также были и французские базы здесь в течение долгих лет, которые, как мы только что сказали, Франция освободила по собственному желанию. А потом еще и американская база, которая находилась в Або. Американцы решили выйти из нее в одностороннем порядке. Но это их суверенное решение. В данном контексте мы рассматриваем этот регион. Это может помочь укрепить потенциал для защиты наших территорий или помочь в укреплении потенциала наших сил обороны. Почему бы и нет? Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил. Это могло бы помочь обеспечить безопасность границ, помочь в прикрытии наших сил, обеспечить безопасность в этих районах. Я думаю, что именно в ходе развития нашего сотрудничества с Российской Федерацией мы проанализируем эту ситуацию. Но ничего не исключено. Скажите, ЧВК, каких стран сейчас присутствуют на территории республики? Есть ли среди них китайские или турецкие? Нет. Нет. Насколько активно в ЦАРП присутствие Китая? Участвует ли в разработке полезных ископаемых? Как я уже говорил ранее, Центрально-Африканская республика – это страна, которая хочет открыться. И у нас очень давнее сотрудничество с Китаем. Китай поддерживает нас в некоторых проектах развития, а также в экономическом, культурном плане, а также у нас очень хорошие отношения с Китаем и крепкие дипломатические отношения. И мы разделяем определенное количество точек зрения. Мы обмениваемся мнениями по некоторым вопросам, касающимся ЦАР и Китая. Я думаю, что это нормальное сотрудничество, активное и плодотворное сотрудничество. Кроме того, Китай также поддерживает нас в рамках инфраструктурных проектов, которые всем здесь известны. Я считаю, что это очень плодотворное и интересное сотрудничество для народа Центрально-Африканской республики. В 23-м году вы побывали на саммите России-Африкой и встретились с Владимиром Путиным. Ждете ли вы Путина с ответным визитом? Или других гостей из России, например, Сергея Лаврова? Послушайте. Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую республику. Кстати, мы даже отправили приглашение для него и для министра Лаврова. И они могут приехать, когда им будет удобно, их будут приветствовать в Центрально-Африканской республике. Это правда. У нас были встречи в рамках форума в России. Мы говорили о нашем сотрудничестве, о нашем видении, о наших переговорах на двустороннем уровне, о видении мира, а также о нашей концепции. Мы обсуждали наши двусторонние отношения. И я считаю, что в результате этих встреч было запланировано много действий. В начале нашей беседы я рассказал вам о некоторых программах, над которыми мы сейчас совместно работаем. Эти программы возникли в результате наших переговоров. И, конечно же, есть перспективы, что в будущем мы продолжим работать над новыми программами. Как рассказал глава департамента Африки, МИД России в село Ткаченко, следующий саммит России-Африка в 26-м году может пройти на территории одной из африканских стран. Готовы ЦАР принять в 2026 году саммит Африка-Россия? Ну, по правде говоря, мы не готовы к приему. Но идея о том, что этот саммит может проходить попеременно в России и в Африке, это хорошо. Потому что есть много других африканских стран, которые будут иметь возможность принять и успешно организовать такой саммит. Конечно же, я думаю, что это хорошо, что это делается поочередно. Один раз в России, один раз в Африке. Кстати, есть много встреч, которые проводятся по этой схеме. Это также позволяет российским властям открывать для себя Африку или другим, кого приглашают познакомиться с нашими реалиями, работать на этой основе. Итак, я считаю, что это хорошая идея. В декабре 1923 года глава Медцар заявила о том, что страна хочет вступить в БРИКС, но признала, что ЦАР не соответствует всем критериям. Какие это критерии? На сегодняшний день хорошо видно, что БРИКС — это группа стран, которые действительно хотят продемонстрировать свою независимость в экономическом выборе, а также обладают финансовыми возможностями, чтобы не подвергаться влиянию, которая в настоящее время существует в мире финансов и других областях. И очевидно, что есть много стран, которые хотят быть частью этой группы. Но я понимаю, что мы не можем просто так войти в эту группу. Это группа стран, которые хотят сохранить свою независимость, принимать суверенные решения в экономической политике. и очевидно, что есть много стран, которые хотят быть частью этой группы. Но я понимаю, что мы не можем просто так войти в эту группу. Это группа стран, которые хотят сохранить свою независимость, принимать суверенные решения в экономической политике. И не должно быть так, чтобы страны, которые входят, могли бы снизить эту позицию экономической независимости. И поэтому в БРИКС существует ряд критериев для стран, которые могут вступить. Не должно быть, чтобы эти страны находились в достаточно слабом экономическом положении, чтобы нанести ущерб суверенитету или независимости других. И поэтому в этом смысле мы признаем, что нам все еще нужно провести работу, чтобы точно соответствовать этим критериям. Но очевидно, что у нас есть это желание, и мы хотим быть частью стран БРИКС. И мы будем работать. Это серьезный вызов. Но я думаю, что если мы станем частью БРИКС, это будет хорошо, потому что это в значительной степени укрепит наш суверенитет. И я думаю, что те критерии, которые даны, мы с ними согласны. Какова позиция ЦАР по конфликту на Украине? Позиция Центрально-Африканской Республики в том, что этот конфликт на сегодняшний день порождает экономические проблемы в наших странах. Мы желаем скорейшего прекращения этого конфликта, который сегодня беспокоит мир. Я думаю, что сейчас ведутся некоторые переговоры, поэтому мы хотим, чтобы эти обсуждения увенчались успехом, и чтобы этот конфликт действительно закончился. Потому что в таких хрупких экономиках, как наша, было достаточно много потрясений. Президент ЮАР выдвинул свою мирную инициативу по регулированию конфликта на Украине. Дайте свою оценку этому предложению и насколько вы готовы поддержать или наоборот не участвовать в миссии Армафоса? Как вы указали, это африканский план мира для этого конфликта. Мы движемся в этом направлении, поскольку некоторым из наших коллег было предложено сделать свои предложения по его урегулированию. Изучить, как можно выступить посредником в отношениях двух стран, чтобы был мир. Это инициатива, с которой Центральная Африканская Республика солидарна. И таким образом африканские страны поручили нескольким нашим коллегам подумать и внести свой вклад. Насколько мне известно, главы африканских государств встречались по этому вопросу с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. И мы продолжаем оказывать усилия, чтобы наши представители продолжали свои действия по достижению мира. Признает ли царь вхождение ЛНР и ДНР в состав России? И какая позиция у царь по Крыму? Послушайте, мы уже заняли определенную позицию и таким образом подтверждаем наше видение по этому вопросу. И эта позиция не меняется. Сегодня происходит очень большой конфликт. И я думаю, что война должна прекратиться. Чтобы не расходиться во мнениях по этому вопросу, Африканский Союз уполномочил ряд глав африканских государств, которые выражают голос Африки в этом конфликте, то есть голос, который является нейтральным по отношению к сторонам конфликта. Это голос Африки за мир. И с африканской позиции этот конфликт должен закончиться. Итак, мы поддерживаем эту позицию, солидарны с ней, поэтому мы поддерживаем наших коллег, которые все еще работают над этими вопросами. Скажите, пожалуйста, у России большой потенциал в сотрудничестве с республикой, в энергетике, в сырьевой экономике, в IT-сфере. Каковы, на ваш взгляд, актуальные приоритеты, где сотрудничество было бы наиболее востребованным в ЦАР, военно-технической, сырьевой, энергетической или IT-сфере. Оцените перспективу и востребованность каких-то отраслей во взаимодействии с Россией. Вы знаете, мы только что говорили о том, что Российская Федерация разработала множество технологий, например, в области энергетики, и что в наших переговорах с властями Российской Федерации мы должны понять, каким образом мы можем разрабатывать программы, проекты в области энергетики, в частности, в области гидроэнергетики. Потому что у России существует технология строительства малых гидроэлектростанций, которые мы можем установить в удаленных областях нашей страны. У нашей страны большой потенциал в этой области. У нас хорошие осадки и реки наполнены. Поэтому мы можем развивать эту технологию. Также нас интересует солнечная энергетика. Мы также видели, что в Российской Федерации есть много проектов, которые пользуются этой технологией. Также, как вы знаете, Центрально-Африканская Республика также является страной, которая обладает большим потенциалом в области добычи полезных ископаемых. В Центрально-Африканской Республике до сих пор существует большое количество месторождений, которые никогда не эксплуатировались. За исключением некоторых месторождений золота и алмазов, на которых добыча ведется кустарным способом. Мы хотели бы в рамках структурированного сотрудничества развивать сотрудничество по промышленной разработке этих месторождений. У нас также есть стратегические полезные ископаемые. И это было бы прекрасной возможностью для взаимовыгодного сотрудничества наших двух стран. Это позволило бы нам иметь ресурсы, разрабатывать те полезные ископаемые, которые у нас есть, а также делиться этим с Российской Федерацией. Также интерес представляет область сельского хозяйства. Российские технологии в этой сфере очень развиты. Это очень продвинутая страна в области сельского хозяйства. Мы страна, ориентированная на сельское хозяйство, с большим потенциалом. Страна хорошо орошается с большой площадью плодородных земель. Таким образом, мы можем по-настоящему развивать сельское хозяйство, которое имеет потенциал кормить весь регион Центральной Африки. Так что, в рамках такого рода сотрудничества мы очень активно ведем дискуссии с Российской Федерацией. В 1922 году СМИ писали, что русский язык станет обязательным для изучения в вузах цар. Действительно ли это так? Вы знаете, это ни для кого не секрет. В свое время Россия, то есть СССР, подготовила много молодых центрально-африканцев, которые сегодня стали занимать важные посты в нашей стране. Многие учились в России, и мы хотим продолжать работать в этом направлении. Я чуть ранее говорил, что в университете МАДИ я познакомился с некоторыми центрально-африканцами, которые закончили там свое обучение по специальностям строительства мостов, дорог и в других областях. Раньше русский язык преподавался здесь, в Центрально-африканской республике. Я сам в своей учебной программе несколько лет изучал русский язык. У нас было отличное сотрудничество с СССР на уровне факультета естественных наук, где преподавали ученые высокого уровня. Они приезжали сюда в рамках сотрудничества с СССР преподавать в университете. А в качестве второго языка в наших учреждениях преподавался русский. Это уже часть нашей культуры. И именно благодаря полученному от русских образованию мы можем принести пользу нашему населению. И сегодня это сотрудничество возобновилось. Здесь находится русский дом, который очень часто посещают молодые жители Центрально-африканской республики, чтобы познакомиться с русской культурой. Для молодежи это расширяет кругозор. Я думаю, что это очень, очень интересные действия, которые были предприняты в рамках этого сотрудничества. Мы желаем, чтобы русский дом мог и дальше диверсифицировать свою деятельность, в частности, на благо находящейся здесь Центрально-африканской молодежи. Русский язык был включен в программу университета Банги. Насколько мне известно, они уже начали занятия для студентов, которые выбирают это направление. И это сотрудничество необходимо углублять и расширять. Я еще раз повторюсь, что в свое время, когда я учился здесь, в университете Банги, на первом, втором, третьем и четвертом курсах, у меня были русские преподаватели. И я также несколько лет изучал русский как второй язык. Наше желание сейчас состоит в том, чтобы еще больше преподавателей сегодня приезжали в Центрально-африканскую республику, обучали Центрально-африканцев русскому языку и другим дисциплинам. Господин президент, я очень признателен вам, благодарен за сегодняшнее интервью. Очень надеюсь, что оно будет не последним. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok